Донбасса. Приехала из Донбасса, убегая от войны, попала опять в войну. Ну, не убежишь как-то от них. Больше бы к нам не возвращались, и уже не хочу я этой войны, хочу просто жить. Воспитывать детей, воспитывать внуков. Мы же мирные люди, должны как-то жить мирно. Ну, мы вообще-то мирные люди. Мы никому не пришли домой с ножами, с оружием, в общем, да, а к нам пришли убивать нас. Они говорят, мирных жителей не убиваем. Они убивали. Убивали мирных жителей. И еще что хочу сказать. Уничтожая все коммуникации, уничтожали они нас. Вот, например, мы пришли с Горловки, мы переехали то в Константиновке, то в Славинске были. Но в конце концов мы осели здесь, думали, будем жить мирно, дети учатся, мы работаем, кто-то пенсию получает. А что бы не жить? Нет, они пришли, уничтожили все, что можно было. Такой красивый город. Люба глянуть, да. А во что они превратили? Вот мои слова вот такие. Может, еще что-то забыла. Кто-то что-то скажет. Ну, я вообще в шоке от этого всего. Ну, что это? Оставить нас без газа, без воды в феврале месяцы? Сами бы пожили так. Я интересна. Их не жены, и дети, и внуки, наверное, спят только в чистых постелях. А наши дети скитаются по всему миру. Это что такое? Да, я сама когда-то родилась в Татарстане. Я вышла замуж, вышла на Донбасс. Вот. И что? И оттуда бы нас погнали. Они говорят, что мы хотели. Нет, никто не хотел. И тут мы не хотим. Мы хотим просто мира. И чтоб у нас эта страна очень хорошая. Мне нравится Украина. Нравится песня. Нравится все здесь у меня. Я вот нравится. От души. И мои дети здесь родились. Они патриоты своей страны. Ну, все, я сказала. Ну, может, еще кто-то. А вы, скажите, всю оккупацию вы прожили тут, да? Да. Был холод. Завито было холодно. Березень холодно. Как вы грелись, взагал? Как мы грелись? Ну, вот на костре. Знаете, мы, наверное, я уже детям даже смеяла. Одежда, наверное, приросла уже к нам, да? Мы одеты были от и до, да? И спали даже. Даже не разувались. Так бомбили. Мы спали обутые даже, чтобы выскочить. Он выскакивал и зубы потеряла. Да? Ну, что это? Вот так мы и жили, да? Грелись. Вот так вот перчатки даже не можем снять. Руки замерзают до сих пор. Ну, готовили на костре. Воду таскали с колодца. Да. Ну, колодца страшно, конечно. У нас еще, нас пять человек вообще-то здесь. Было девять, тридцатого четверо уехали. И мы остались вот пятером. Вот. Ну, спасибо волонтерам. Они, как вот, наши пришли. Волонтеры нас очень даже, очень опекали. Спасибо им. Я им всем, вот, вот, поклон им всем волонтерам, которые помогали. Спасибо. И на дверях даже писали, чтобы только, вот, например, бомбили. Мы не могли двери открывать. А он, под страхом смерти, может быть, да, писал. Андрей, вот такой номер. Девочки, обращайтесь, если вдруг надо кому-то выехать. И что-то надо. Свечи, спички, самое главное, да, вот это. Полиэтилен, ну, вот мы клеили. Салафан, вернее. И скотч, конечно. Мы клеим все. Ну, окна. Чтобы было. Ну, согреваться нечем было. Согреваться нечем было. А зараз вы где готовите ести? На костре. Там, на костре. Вот, ребята, тут на костре. Мы у нас свой этот уголочек. Ну, привезли генератор сейчас. У нас газовая, ну, как, комфорка. Ну, хорошо. Хорошо. Генератор на кілька будинків, я так понимаю? Нет, в каждом подъезде сейчас у нас. В каждом подъезде. Вот, хорошо, вот так вот. Ну, мы, знаете, как бомбили, конечно, ой, последние, вот, с 23-го. По 28-е сутками. И горел буча. Мы плакали, когда смотрели, выходили буча. День и ночь горело. Нам же видно вот буча, она, вон она, видно нам, да? Вот. Это ужас было. Просто ужас. Знаете, как, вот приходили с бучей люди, просили у нас, помогите, что-то есть, да? У них же там все было уничтожено. И мы тоже помогали. Мы делились едой, да. Вот. Делились. Потому что это не спектакль. И мы не воюем сами с собой. Это не спектакль. Мои одноклассники пишут, что это спектакль бучи. Вы 4 тысячи километров отсюда живете, видите? А я вот вижу бучу. Бучу и знаю. И у меня подруги есть. У нас незнакомых сколько там. Это не спектакль. Убивали их. И вот убивали сколько, да? В нашем, слава богу, здесь никого. А вот я сидела там в подвале. Там убили парня ни за что. Еще тут убили. Женщина бежала с ребенком. Там обстрел попало. Еще другая женщина с сыном попала под обстрел. Тоже умерли. Ну, вы там бы умеет. Да, скажешь? Да, вот дедушка жил себе, жил. И что? Ну, не знаю, дедушка был там или нет. Ну, как бы я сама, бабушка, дедушка там вообще старенький жил. Ну, много. Вот, смотрите, все испорчено. Какой красивый город во что превратили. Это же вообще ужас. Ну, все, повторяться не буду вот так. Спасибо. Вот. Да. А еще хочу сказать. Еще. Мародерствовали. Это 100% они. Они к нам в подъезд зашли, на 9 этаж скрыли. А здесь с 4 по 5 в этом подъезде скрыли. Двери. Что они искали? Что они искали там? С сумками выкатили. Ага, вчерашний день искали. Да, и с сумками выходили. Мы сами вот смотрели. И еще вот этот, который отходил, нам кричал, уходите, уходите. Который отходил, да, на нас. Мы с тобой смотрели, как они отходили с такими спортивными сумками. Чтоб мы не видели. Да, чтоб мы не видели. Мы нас не пускали туда. Мы на первом этаже сидели с автоматом, один сидел. Остальные все наверх. Вот. И еще говорят, они мирными людьми не дерут, не убивают мирных людей. Уничтожив дом, убили нас. Как вас зовут? Меня зовут Альфира. Аля или Альфира, можно так. А призвища? Гемодиева я. Гема? Гиева. Гема-диева, да. Альфира. Вы из Татарстана? А в Горолоку переехали? Ну, замуж. В 79-м, еще советское время. Вот. Ну, мужа вот в 17-м году меня убило. Вот. А вот Геннадий народился в Горловке. Да? А вы откуда? Водился в Горловке. Нет, нет, откуда там? Ну, на Пушкина 15 жили. А, на Пушкина, это центр города. А я с комсомольца. Угу. С комсомольца, да. Спасибо вам. 5 марта. Первый прилет был. Вот в этот дом, он туда попал. Первый прилет снаряда был 5 березня, да? Да. Это здесь именно у нас. Ну, и Володя оказал, что танк стрельнул сюда 5 березня. Да, да, да. Ага. И это, например, вот кто-то уезжает, да, кто-то, ну, выезжает. Мы, какого, 5-го числа у нас просто пропала связь. И вот это незнание, где твои родственники, где-то что-то, это было самое страшное. Мы пока нашли связь, ну, как-то... Ну, пока ее восстановили. Да, пока восстановили. Это было самое страшное, незнание, где твои родственники. Это ужасно, ужасно. Это вообще... Ни часов нет. Ни часов нет, ни телефона. Потому что все привыкли телефон смотреть. Представьте, дни путаемся. Начали отмечать в календарях, чтобы не запутаться в днях. Потом мы, конечно, пожалели, что надо было нам завести блокнот и записывать, когда все. Мы потом уже пожалели, да. И это, ну, когда они зашли, когда они отсюда ушли, детскую площадку всю изводовали танками. Вот тут они танками стали. Ну вот, так что, вот такое. И за дом заезжали. Здесь тупик. Они стали танкисты здесь, да, и стрелять собрались. Куда вы стрелять собрались? По домам опять. Они стрельнут, ответка придет, естественно. Надо же их выбивать как-то среди... Ну, в городе, в городе идет боль. Почему? Они сидят, а нашим надо их выбивать. Правильно? Нет, они сказали, это не мы вас бомбим. Да, это не мы, вы говорите. Это ваши вас бомбят. Нет, наши стреляли уже... Ну, наши стреляли, отвечали. Ну, надо их выбивать. А они-то бухают. Безжало... Ну, видно, с какой стороны... Да, они-то безжало, с набухают. Эти враги, будем говорить. Так, враги. Так называемые старшие братки. Ольга, он называет Ольга. Это ужас. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.